Этому турниру уже 47 лет. Он менял название, становился мастерским, исчезал и возрождался. А нынче это вновь одни из самых престижных соревнований в Дальневосточном регионе. Начинался турнир Виталия Баниурова, потом он раздвоился, в таком плане, что этот турнир стал именоваться как Сергей Лозо, а Виталия Баниурова стал мастерским турниром. Потом турнир был в памяти гран-при главы нашего города, именовался потом, он был в памяти Михаила Петровича Кима и последние пять лет он проходит под названием «Уссурийская тайга». Приехали 240 участников из Сахалинской, Амурской областей, Хабаровского и Приморского краёв. Участвовали только юноши до 17 лет. В половине финальных схват оговорились уссурийские спортсмены. Победная серия началась с самого маленького чемпиона, дзюдоиста Никиты Анисимова. Тренирует его Владимир Оленич. Поединок за первое место Никита провёл в сухую и закончил борьбу досрочно. Когда брод последнего вышел, я волновался, но потом собрал чай и выиграл. Порадовал зрителей и тренера Елену Селезнёву и следующий финалист Дмитрий Филиппович. Ему пришлось тяжелее, соперник попался опытный. В итоге по очкам Дима выиграл схватку и стал уже двукратным победителем этого турнира. В прошлом году он был самым юным золотым медалистом. Был сильный противник, тяжело было. Когда он бежит на тебя, нужно встречать, на него не бежать. Ещё я хотел сказать спасибо своим тренерам, Кристине Владимировне и Елене Григорьевне, что меня так хорошо тренировали. Золотые награды завоевали и звёзды уссурийского самбо, воспитанники Бориса Мартынова. Нурлан Рустамов, Орхан Мехдеев, Стас Зиновьев и Алексей Кущ. После этого турнира грядёт ещё один, не менее важный. В конце мая в этом же зале состоится Дальневосточный турнир-мемориал памяти погибших мастеров школы уссурийского самбо.